Добрый вечер всем! Добрый... Добрый вечер. Добрый вечер. Oh, you're doing good. I know. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Okay. Не в том порядке, но не важно. All right. I'm learning. I'm learning. Я учусь, простите. Not very much. Не так много, но учусь. Well, I want to talk to you. If you can be here the next three nights, or you can watch a video, and you're not here for all of it, Эти три дня предстоящие, не знаю, будете вы все три дня или нет, или вы будете потом на видео у нас смотреть, но я буду говорить о сердце Отца. Сердце, Божье сердце Отца, это откровение. Надо иметь откровение. И это более откровение, чем учение. Я хочу вас учить из Слова Божьего, но если у вас уже есть личное откровение о Божьем сердце Отца, то оно особых изменений вам не принесет учения. Но когда вы получаете личное откровение о сердце Отца, это производит очень сильные изменения, очень такие заметные. Привет сигналящим, пусть вас Бог благословит. Я считаю, что если человек получает откровение о сердце Божьем Отцовском, то это изменяет всю его жизнь. Как ты ощущаешь, как ты смотришь на вещи. Я считаю, что это все меняет. Поэтому это не просто очередное учение, о котором мы должны знать и о очень важных вещах. Но это то, о чем вы можете молиться, чтобы иметь свою жизнь. Чтобы вы получили откровение об этом учении в свою жизнь. Потому что если вы таки получите это откровение, оно просто изменит вашу жизнь. И мы знаем эту историю, когда Ишуа говорит с женщиной у колодца. Помните, он говорит, вы, самаритяне, поклоняетесь на этой горе. Мы, жусь, мы поклоняемся в Иерусалиме. И он говорит, но грядут времена, да, и грядут они скоро, когда у вас поменяется образ, как вы поклоняетесь. Другими словами, поменяется то, как вы переживаете Бога. Слушайте, они до этого ходили в храм, и они переживали там Бога. И я думаю, что даже те самаритяне, которые поклонялись в другом месте, у них тоже была часть истины, и они каким-то образом также пытались поклоняться Богу. Переживать Бога. И Ишуа, Иисус, говорит ей, слушайте, вы не будете больше поклоняться там или там, у вас будет личное переживание с Богом, личные встречи. И когда у вас вы переживете эту встречу, это столкновение с Богом, тогда вы будете понимать, что есть истинное поклонение. Что это взаимоотношение в Духе и взаимоотношение истины. То, что настоящее, реальное. Помните, один из вечеров ретрита мы говорили о том, что духовно. Это то, что касается и входит в сердце. И ваши взаимоотношения с Богом, в конце концов, станут этими близкими, интимными взаимоотношениями, процессами в сердце. И это больше не будет список из двадцати вещей, которые мы верим о Боге. Но мы начнем переживать Бога в очень глубоком, личным путем. Им переживать Его в своем сердце. Это то, что Еремия называл Новым Заветом. Видите, Ветхий Завет мог делать часть вещей. Ветхий Завет мог сказать нам о Боге. Но в Ветхом Завете вы не могли легко познать Его лично. И у вас не было достаточно силы проживать всю жизнь так, как это должно было быть. Поэтому Бог говорит, я сотворю Новый Завет с Домом Израилевым. И больше это не будет список вещей, которые мы должны делать или в которые мы должны верить. Но Бог говорит, Новый Завет, который я заключу с вами, этот закон я напишу на ваших сердцах. Это Еремия 31. Это Еремия 31 глава. А потом написано, что каждый будет знать Меня. Они до этого не знали Его лично. Есть большая разница между тем, чтобы встречаться просто с кем-то или видеть кого-то и знать Его по-настоящему. И одна из причин, почему я люблю возвращаться сюда и приезжать к вам, потому что я начинаю знать людей. Когда мы уже встречаемся в течение многих лет, мы начинаем понемногу знать друг друга. И это становится больше похоже на взаимоотношения. И это приносит в итоге определенное чувство безопасности. Люди, которые слышат меня здесь уже в течение 15 лет, они наверняка, когда я в следующий раз приезжаю, сидят и безопасно меня слушают. Они не боятся, а расслабленно принимают и понимают, что этого не стоит бояться, то, чем я буду делиться. Понимаете, о чем я говорю? И как с пастырем Валентином и его супругой Татьяной, мы становимся и знаем друг друга уже больше и больше. И нам комфортно друг с другом. Нам не надо говорить какие-то особые слова. Я знаю, что Татьяна всегда гостеприимна. Ну, может быть, не всегда, но в большинстве случаев. Но на самом деле она очень хороша в даре гостеприимства. Она действительно прилагает все усилия, чтобы ты почувствовал себя счастливым, чтобы тебе было хорошо. Но я уверен, что Татьяна уже достаточно меня знает, чтобы понять, что если она не сможет приложить все усилия, проявить всю свою гостеприимность, то я все равно останусь в порядке. Понимаете, что я говорю? Что я не расстроюсь. Я говорю о взаимоотношениях и о наших взаимоотношениях с Богом. И у каждого свои различные взаимоотношения с Богом. У каждого есть своя перспектива о Боге, как мы Его представляем. И большинство того, во что мы верим, о Боге, оно базируется на том, что мы пережили в своей жизни. Помните, я говорил о духе, душе и теле в один из вечеров? Что в нашей душе сосредоточены наши эмоции, наш интеллект. И интеллектуально я могу думать и считать, что я знаю Бога. Если мне бы предоставили какой-то тест с многими вопросами о Боге, я думаю, что я бы на все из них ответил достаточно правильно. Но когда ваша жизнь поворачивается в плохую сторону, то все меняется. И сейчас это уже вопрос, что я по-настоящему ощущаю в своем сердце. И это то, что будет держать вас на голове. Все вещи и знания, которые у вас есть в голове, они в тот момент вам не помогут. Но когда Бог приносит истину к нам, она должна пройти от нашей головы к нашему сердцу. И вы самому себе должны задавать вопрос. Что правильного из мыслей у меня есть в голове, которая еще не спустилась и не прочувствовалась в моем сердце? И Иисус обращается к женщине у колодца. Ты переживешь встречу с Богом. Но она будет отличаться от того, что ты думаешь, ожидаешь. Он не такой, как ты о нем думаешь. Он удивит тебя. И по факту, в реальности, Бог уже тогда лично обращался в ее жизнь. Она еще не осознавала этого. Это то, как Бог приходит лично к тебе. Он удивляет тебя. Он приходит к тебе абсолютно другим способом, чем ты ожидал или думал. И он может быть добрее и более дружелюбней, поэтому ты и не распознаешь его. Она была личностью, у которой была достаточно плохая жизнь. И она была таким человеком, о котором не могли сказать, о, ну это самый хороший человек. Она меняла мужей, так как некоторые обувь меняют в своей жизни. Так, я не получила от тебя то, что хотела, выйду-ка я замуж за другого. А ты пока. Вся ее жизнь крутилась вокруг нее. Она, может быть, могла быть очень красивой, интеллектуально развитой, привлекательной, умной. Все о ней знали. Может быть, даже кто-то побаивался ее. Кто знает. Но потом Бог пришел. Потому что Бог не выглядит так, как люди выглядят. И это то, как Бог приходит к тебе. Вы думаете, о, когда я стану совершенным, таким святым-святым, ну тогда Господь посетит меня. Когда наконец-то я все сделаю правильно, тогда я по-настоящему переживу Бога. Может, да, может и нет. Эта женщина пережила встречу с Богом, когда у нее все было неправильно. И потом она начала диалог говорить какие-то вещи Иешуа, а он ей отвечал. И вообще, мне кажется, это один из самых длинных диалогов, которые вел Иешуа, которые записаны в Библии. И она достаточно пренебрежительно с ним разговаривала. И очень интересно, как он реагировал в ответ. Он как бы подыгрывал ей. Она что-то ему говорила, он ей отвечал. Но он намного умнее. И он знал ее сердце. Как Бог видит вас? И вот мое понимание. Как вы думаете, Он видит все ваше поведение? Это вот то, что самое важное? Или Он видит ваше сердце? Библия говорит, что Бог не смотрит так, как человек смотрит. Но Он смотрит в глубину внутрь вас и видит ваше сердце. И вот это является важным для Бога. Если Бог может завоевать, захватить ваше сердце, Он тогда может поменять абсолютно все другие вещи в вашей жизни. И для Него это уже не так важные вещи. Бог не особо беспокоится о вашем поведении. Он беспокоится о вашем сердце. Интересуется им. И когда наше сердце становится в правильное положение, тогда и наше поведение меняется. Бог хочет завоевать, захватить ваше сердце. Он хочет именно захватить Его. Он хочет, чтобы вы влюбились в Него. Не служили Ему, потому что Он Господь. Но потому что вы видите, кто Он на самом деле. И когда вы увидите или познаете, насколько какой Он, насколько Он благ и, вы можете удивиться и сказать, ну нет, ты не можешь быть настолько классным. Настолько милостивым. Настолько добрым. И вы видите, все, кто пережил встречу с Ешуа, каков их отклик, как они меняются? Они меняются. Например, покаяние. Почему люди каются? Ну, они не покаялись раньше, они знали, что они делали неправильные вещи. Им все равно было. Почему они захотели поменяться? Потому что Ешуа захватил, привлек их сердце. Понимаете? Поэтому Бог желает, чтобы наши отношения с Ним перешли на другой уровень, на другое место. Для этого надо получить откровение. Потому что Ешуа потом говорит, что Отец ищет таких людей, вот таких близких отношений. Тогда это имеет смысл, правда? Зачем Он сотворил человека? В английском это мужчина и женщина, ну то есть человечество. Поэтому почему Он нас создал? Для чего? Почему вы здесь? Почему вы здесь? Потому что Он хотел, чтобы каждый имел шанс захотеть иметь эти взаимоотношения с Ним. Вот почему. Вот настолько взаимоотношения важны для Него. Миллионы могут отвергать Его. Но если кто-то выберет любить Его. И познать Его. И стать Его другом. Думали о Боге таким образом? Бог хочет иметь друзей. Бог хочет иметь друзей. И Ешуа говорит, я больше не зову вас слугами. Ешуа был Богом. И есть Бог. Он говорит, я зову вас друзья мои. Что Бог желает для вас? Каковы Его высшие взаимоотношения? Я обычно думал так раньше, что самое высшее, чего ты можешь достигнуть, это стать Его слугой. Если я приду на небеса, и Бог встретит меня и скажет, хорошо сделано, мой добрый и верный раб или слуга. Вот тогда я почувствую себя хорошо. Вы тоже? Кто-нибудь так ожидал, мечтал о таком? Я думаю, что это хорошая вещь, так хотеть. Но Ешуа открывает что-то дальше и больше. Ешуа говорит, вы не просто слуги мои, вы мои друзья. И потом он объясняет разницу. Потому что слуга делает только то, что ему велят. И вы с Богом можете остановиться только на этом уровне взаимоотношений. Вы можете делать только то, что Он вам велит. Потому что это же правильно так делать. Но на самом деле это не очень глубокие взаимоотношения. И Он говорит, но ты можешь быть мне как друг. И Он говорит, моим друзьям я говорю, я делюсь, что я собираюсь делать. Разницу понимаете? Он говорит с вами. Он может ходить, гулять с вами. Он может быть вам другом. Вот чего Он желает. И причина, почему многие из нас не имеют таких дружеских взаимоотношений с Богом, потому что мы не верим, что Он хочет таких отношений с нами. Потому что мы честны с самими собой и считаем, что мы недостаточно хороши для этого. Но Иешуа заплатил цену за наши грехи. Не вы заплатили. Он это сделал. Чтобы вы могли иметь эти взаимоотношения с Ним. Он открыл вам дверь. Иешуа говорит, я есть дверь. Я дверь к Отцу. Я путь, я истина, я жизнь. Ты можешь прийти и должен прийти через Меня. Мы не приходим по своей личной праведности. Мы приходим только через Иешуа. Он дверь. И из-за того, что Он есть эта дверь, мы можем иметь такие глубокие взаимоотношения с Ним. Не из-за нашей личной праведности. Но из-за риз праведности, которые Он на нас одел. Это так, как священники служат. Они должны были одевать свои священнические одежды. И Бог говорит, я одеваю вас. Вы будете одеты в белые одежды, говорит Господь. Чистый лен. Это то, как Бог вас видит. Итак, как вы себя сами видите? Вот где проблема кроется. Да? Или я не с теми украинцами говорю. Правда проблема в нас? Наверное, они больше грешники в Москве, чем здесь. Так, посмотрите на кого-то из соседей. И скажите, ты грешник, и тебе нужен Иешуа. Сережа, ты грешник, и тебе нужен Иешуа. Наташа, ты грешница, и тебе нужен Иешуа. Когда вы попадаете в суд, и вас обвиняют в ваших грехах, вы говорите, виновен. Да, я виновен в этом. Я слышал много лет назад историю о Петре Первом, царе русском. Слышали ли вы когда-нибудь историю, когда он в тюрьме? Не знаю, в какой-то тюрьме Петр Первый был. Кто не знает, о чем я говорю? Они не знают. Хорошо, теперь я знаю. Спасибо. Мне надо, чтобы кто-то откликнулся и понял, говорить вам или нет. Я пятидесятник, нет. Мне надо, чтобы вы откликались, чтобы реагировали на то, что я говорю. Вам не надо быть тихими. Даже можете прервать меня. Я сам себя прерываю, так что вы можете перебить меня тоже. Мы просто потом это не будем записывать. И я слышал эту историю, что Петр Первый пошел навестить кого-то в тюрьму. И он ходил по тюрьме, и каждого узника задавал ему вопрос, за что ты здесь, какова твоя жизнь, почему сюда попал. И все эти тюрьмы, они все говорят同じ. Ну, я был обвинен от этих преступлений, но я инстинкт. Все абсолютно узники говорили, вот, меня обвинили в этом преступлении, но я не виновен. И потом он дошел до одного узника. И я думаю, что он даже не взглянул на царя Петра, потому что стыдился. И он спросил, почему ты здесь? И он говорит, я сотворил ужасное. И сейчас несу свое наказание. И он говорит, быстро освободите этого человека. Освободите его. Потому что вот эти все невиновные в соседних камерах просто дают ему плохо себя чувствовать. И он позволил ему уйти. Что здесь Господь говорит? Мы виновны. И знаете, для некоторых очень сложно признать виновен. Особенно если это исходит от человека, на котором ты женат или замужем. Очень тяжело. Иногда я неправ. И иногда моей жене приходится говорить, ты неправ. И естественно, моя естественная реакция не согласится с этим. И моя естественная реакция оправдать самого себя. Поэтому вот сейчас давайте помолимся, минуточку. Давайте просто совершим это правильно. И давайте исповедуемся перед Господом, что мы грешники. Это не значит, что нас не любят, мы нелюбимы. Это означает, что мы просто ошибаемся, падаем. Мы не все те, не такие хорошие, как мы хотим быть. Мы не полностью такие, как мы призваны быть. Поэтому, Отец, мы просим, помилуй нас. Мы нуждаемся в Твоем прощении, Отец. Помоги нам во всех наших ошибках и падениях. Помоги нам иметь правильное сердце и правильное отношение. Прости нас за неправильное отношение и поведение. Мы исповедуемся и признаемся, что мы нуждаемся в Тебе. Поэтому даруй нам, Отец, одежды праведности, которые Иешуа может дать. Чтобы мы могли снять наши грязные одежды. И чтобы мы могли одеть этот чистый весон, чистый лен. И начать видеть себя так, как Ты нас видишь. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь. И мы сейчас только приходим к нашему началу. What time is the break going to be? At 7. Валик, всем перерыв. 7 o'clock? You have just 5 minutes before break. 5 minutes before break. Okay, so. Валик, оттуда не видно надписи. Давайте еще немножко больше поговорим о сердце Отца. Когда Бог создавал жизнь, Он создал семью. О чем Господь думал, когда Он создавал семью? Мы можем прочесть в Псалме. It says, God makes a home for those who are lonely or alone. We have different Psalms. 67, probably. It says, God makes a home for those who are alone. No, it's not 67, it's not 68. Which verse? Okay, 6. You find it? Yeah. It's like his father for lonely. A father of the fatherless, yes? Or not? And then the next verse says, God sits the solitary in families. So here it's revealing, it's saying that God wants to put you in a family. Эти слова, эти стихи говорят о том, что Бог хочет поместить вас в семью. So when God created the family, let's talk about what he was thinking. Когда Бог творил семью, давайте поговорим о том, о чем он думал. И семья — это круг взаимоотношений между папой и мамой. И зависимого, да, или беспомощного ребенка Бог помещает в семью, где, на самом деле, ребенок беспомощный, да? Он постоять не может за себя. Вот папа, мама, и потом появляется ребенок. Но ребенок сам для себя ничего не может сделать. И ребенок должен расти и находиться в семье. И поэтому Бог приводит нас в этот мир абсолютно зависимыми, беспомощными. Потому что Он хочет нас понять, как мы должны входить во взаимоотношения с Ним. Иисус говорит, что для того, чтобы понять царство или пережить царство, мы должны стать, как дети. Прийти или вернуться к тому моменту, где ты говоришь, я беспомощен. Большая проблема, с которой сталкиваются люди, это быть самодостаточными. И если вы посмотрите на разные культуры, чем больше финансов, чем больше успеха в этой стране, в этой культуре, то тем дальше люди, чем больше они обеспечены, дальше они от Господа. И, в принципе, даже если люди верят в Бога, то вот когда есть культура обеспеченности, нет особой нужды в Боге. Я хожу в церковь, где очень много успешных людей. Это церковь, где Бог привел мою супругу в такую церковь. Я всегда в большинстве своем был среди тех, кто был сломлен, в нужде, с проблемами. Неуспешные люди меня окружали. Просто работяги. И вот когда я среди таких, я чувствую себя спокойно, как дома. И вот Бог привел меня в церковь, где ходят адвокаты, доктора, люди из парламента, из правительства. И любят люди в этой церкви Бога. И да, по-настоящему они верят в Него. И они хотят более глубоких взаимоотношений с Богом. Но я смотрю на них, наблюдаю за ними и понимаю, они не знают как. Потому что их жизнь, ну, слишком хороша. Они достаточные. У них нет такой нужды отчаянной по Богу. Пока не случится какой-либо кризис в их жизни, тогда до этого кризиса их взаимоотношения с Отцом Небесным неглубоки. Понимаете, о чем говорю? Поэтому Бог и не хочет, чтобы мы были самодостаточными и самозацикленными на себе, чтобы мы перестали нуждаться в Нем. И апостол Павел говорит что-то очень интересное. Помните, он говорил, умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Но в любой ситуации у меня есть взаимоотношения с Богом. Мои взаимоотношения все еще такие же, одинаковые. Это одна из опасностей, которая подстерегает нас в материальных благословениях. Это немного походит на детей Израиля, на народ Израиля, когда он был в пустыне. Мы больше не хотим никакой маны. Так, у нас уже были оладушки из маны, десерты из маны, и бургеры из маны, достаточно. Мана, мана, мана. Мана, мана, мана. Хватит маны. Everybody say, no more мана. Okay, like you really mean it. No more мана! One more time. One more time. Okay, this is how you pray. Right? No more manna. I'm tired of manna. I'm tired of my circumstances. Я устал от своих обстоятельств, в которых живу. I don't like the way my life is right now. Мне не нравится, как сейчас течет моя жизнь. No more manna. Хватит маны. You pray the same way. Вы же молитесь таким же образом. You do the same thing. Вы делаете подобное. And then God says, oh, you want meat? И Бог говорит, что мяско захотели? I'll give you meat. Сейчас дам. Right? And all the birds come flying in. И вот летит стая птиц. Here they come. Вот они приближаются. И Он дал вам, что вы хотите. But then sometimes we find out, what we want is not what we need. А потом мы осознаем, что то, что мы хотели, не то, что нам нужно было. You understand what I'm saying to you? Понимаете, о чем говорю сейчас? Некоторые из нас думают, что если Бог любит меня, тогда у меня всегда будет какое-то количество чего-то. И некоторые церкви так и учат. Если ты только угодишь Господу, твоя жизнь всегда будет вот такая хорошая. Но у Бога есть что-то намного лучше для тебя. Вы хотите просто обладать вещами? Или иметь просто комфортную, безопасную жизнь? Где на самом деле вам не особо-то и нужен будет Бог? В этом кроется опасность. Бог знает, что есть лучшее для нас. И Он на самом деле благословляет вас. Понимаете? То, о чем я говорю, это как мы переживаем с вами Богом. Как вы имеете взаимоотношение с Отцом? И иногда случается так, что мы видим Отца каким-то особым своим представлением, образом, но это не то, как Он есть. И Божий план, когда беспомощный ребенок появляется в этот мир, то он окружен заботой и любовью папы и мамы. Это Божий план. Это то, что Он хочет, чтобы вы переживали. Быть любимыми. Быть драгоценными для кого-то. Быть особенными для кого-то. Это то, как Бог хочет, чтобы вы Его переживали. Чтобы вы чувствовали себя любимыми. Аминь? Аминь? И все, что Бог хочет, чтобы о Тебе заботились. Бог хочет, чтобы о Тебе заботились. А также, чтобы Тебя дисциплинировали, помогали, направляли и давали порядок для Твоей жизни. И поэтому, после перерыва, давайте поговорим о реальной жизни. Да? Когда у нас нету идеальных семей. Когда у нас нет совершенной жизни. И потом, как это влияет на нас. И если у нас нет правильной перспективы о нашем Отце, поэтому мы идем и бредем по нашей жизни в одиночестве. И это намного сложнее, чем оно должно быть. Поэтому хочу увидеть вас после перерыва, и об этом поговорим. Перерыв. Себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. Время стал Антиох-Эпифан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!